МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...двух домов, которые стоят в плане уже на ремонт в 2020 году. И, соответственно, забегая вперед, программа с 2021 по 2023 года также у нас где-то порядка 10 домов попадут под капитальный ремонт. История дома на Льва Толстого начинается с 1981 года. За минувшие 38 лет не было ни одного капитального ремонта. По словам местных жителей, примерно 5 лет назад крыша дала течь. Во время дождей затапливала и первый этаж. В прошлом году жильцы потеряли терпение и вызвали комиссию для признания дома аварийным. После экспертизы ремонт перенесли с 2035 на 2019. Сейчас крыша отделана не только снаружи, но и изнутри. Технический этаж утеплен и изолирован. В результате вот такая вот крыша у нас, самая лучшая, я считаю, в Староманском районе. Очень качественная. Большое спасибо нашим строителям. В доме номер 39 на Комсомольской еще кипит бурная деятельность. Строители завершают отделочные работы. Отмостку укрепили, стены обшили теплоизоляцией и сайдингом желтого цвета. Подрядчик пообещал разделаться с оставшимися мелочами на следующей неделе. Начали в августе. Ремонт за месяц удался благодаря коллективному труду. Жители участвовали с жителями. Здесь мне очень удобно было с жителями. Мы все время работали вместе. Какие-то вопросы у них есть, постоянно у них спрашивали. Работали вместе. Никаких нареканий, наверное, не было. Еще мне здесь понравилось работать с администрацией, потому что какие-то вопросы были. Мы все вопросы решали с администрацией. Нас проверяли надзор. В Таромаинском районе необходимо отремонтировать еще 76 многоквартирных домов. Приоритетные объекты расположены в Старой Майне, а также в селах Дмитриево-Помрязькино и Прибрежном. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова